В Щелковской художественной галерее представлена выставка сразу двух учениц легендарного Сергея Андреяки. Объединяет их одно – тема поэтического реализма, которая так ярко выражена в работах как самого художника, так и его последователей. Вера Назаренко и Татьяна Чемакова не просто художницы, но ученицы, последовательницы, творческие наследницы, замечательного акварелиста, народного художника России, действительного члена Российской Академии художеств Сергея Андреяки. Нам бы хотелось пожелать всем, кто придет посмотреть эту выставку, не просто увидеть красивые работы, но и постараться постичь суть, смысл и содержание, которые каждый художник пытался вложить в свое неповторимое художественное произведение. Это действительно событие, когда у нас здесь в городе Щелково, в Щелковском районе, приезжают замечательные художники, и мы имеем возможность насладиться их работами. На выставку пришли совсем юные зрители, ученики школ. Для них во многом эта экспозиция стала открытием. Такого уникального собрания картин Щелковская галерея не видела давно. Я считаю, что для нас, для всех праздник, поскольку мы видим хорошие работы, хорошие, это добротные, крепкие, это наша русская школа живописи, как часть европейской культуры. Здесь представлены огромные, то есть, в работе 93, если я не ошибаюсь, действительно очень большая цифра. Такие выставки мы очень редко делаем за пределами Москвы, и для вас, я понимаю, это очень важное событие. Вот, так что большое спасибо, что вы все сегодня сюда пришли. Глядя на вот эту красоту, можно одно сказать, что красота спасет мир. И даже когда вот начали, только говорит, наши депутаты, солнышко появилось, то есть вы нам принесли весну, весна скоро. Работы двух художниц объединены не только техникой исполнения, но и взглядом на искусство. Татьяна, которая, к слову сказать, на открытие приехать не смогла, училась в школе акварели Сергея Андреяки, а теперь учится и в академии. О том, как учеба длиной в жизнь сочетается с творческим художественным процессом и как создаются работы, рассказывала на открытии одна Вера Назаренко. Но от этого рассказ был не менее интересен и увлекателен. Когда я увидела, что делается в школе акварели Сергея Андреяки, мне очень захотелось прийти туда поучиться. Ну, хотя бы чуть-чуть, хоть чуть-чуть, немножко, хотя бы месяц. А после того, как мне сказали, что месяц нельзя, надо два, я подумала, какая досада, ну ладно, так и быть. Вот с тех пор, 15 лет скоро уже будет, все никак не могу уйти. Уже и преподаю, и сама работаю. С тех пор художник и преподаватель Вера Назаренко совместно с учениками и коллегой ездит не только по России, но и по миру, чтобы передавать на картинах увиденные красоты и впечатления. Мы дружим, и поэтому очень много ездим вместе, с детьми практики проводим совместные, потому что это же у нас тоже долгий такой летний процесс. Вот, и некоторые вещи, которые производят впечатление на нас обоих, хочется как-то выразить несколько в более таком крупном масштабе, чем способен сделать каждый из нас в отдельности. Так совместными усилиями творят эти замечательные художницы, пишут, продолжает традиция школы акварели, что, несомненно, радует зрителей, а в ближайшее время счастливят и посетителей Щелковской художественной галереи. Лилия Тимеева, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелкова.